Весеннее половодие началось. В южных районах республики уже вскрылись малые реки. По данным регионального МЧС, подтопление жилых домов пока не наблюдается. Ситуация с паводком контролируется круглосуточно. В марте наша съемочная группа побывала в деревне Картуева Козуовского района. Это одна из потенциально опасных зон. Рядом протекает река Средний Аниш и есть водоем, где местные разводят рыбу. Сама деревня также расположена в низине, из-за чего в прошлом году в нескольких хозяйствах затопило подворье, хотя снега было меньше в разы. Елена Лаврушкина каждую весну заглядывает в подпол. Не изменилась ситуация и сейчас. Потом сказали, что он ушел уже. Особое внимание малым рекам. Прежде всего, это Сура, Бизна, Була, Кубня и другие. Специалисты мониторят состояние гидротехнических сооружений и мостов, обращая особое внимание на заторы опасной участки. В работах задействовано около двух тысяч оперативных групп. Паводковые явления замечены и в Парецком районе, и в АлатРе. На сегодняшний день паводковая ситуация на территории Чувашской республики стабильная. Во всех главное управление отработало с выездом на место, принимали участие в комиссиях по чрезвычайных ситуациях в этих муниципальных образованиях, где были приняты дополнительно меры по безопасному пропуску паводковых вод. На территории Чувашской республики спланировано силы и средства в количестве около четырех тысяч человек личного состава и около тысячи единиц техники, а также 13 единиц плавсредств, два беспилотных летательных аппарата. Пока ночью наблюдаются небольшие заморозки. Сильное таяние снега и льда исключено. Сейчас проблема уже прошла уже практически. Пик прошел. Все, вода пробилась. Но на всякий случай спасатели готовы к любой чрезвычайной ситуации. Если бы было нарушено жизнеобеспечение населения, этих людей можно было бы разместить в этих пунктах временного размещения. Есть все необходимое для того, чтобы переждать волну и пик паводковых явлений на территории этих муниципальных образований. Кроме того, сейчас МЧС проводит специальные командно-штабные учения, где отрабатываются вопросы безопасного прохождения паводка. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика.